Открытая студия Екатерина, человек занятой, эфир начался, Екатерина уже продолжает что-то там, какие-то мессенджеры, ответы, что-то в поиске, и это хорошо, это значит о том, что бурлит активная деятельность, и нам сегодня следующие 28 минут 100% будет о чем поговорить, благо у нас очень для меня вот субъективно безумно интересная тема, просто потому что я очень люблю вкусную еду, что по мне вполне очевидно, и очень люблю кино Нет, совершенно не очевидно, что ты любишь вкусную еду, очень стройный Но это вы со мной познакомились значительно позже, я единожды, быв не таким, им остаешься всегда Тем не менее, арктическая кинокухня в рамках форума Культ Арктика, вот что привлекло наше сегодняшнее внимание, вот о чем мы будем общаться Единственное небольшое ответвление, я напомню нашим радиослушателям и телезрителям о том, что мы вещаем в прямом эфире, и всегда готовы связаться с вами, послушать ваши вопросы нашему гостю И ответить на них в рамках своих компетенций по номеру телефона 99 45 45 или через наши интернет-мессенджеры Телеграмму Viber привязаны к номеру плюс 7 921 708 2006 Давайте напомним, Екатерина, для начала всем и каждому, что из себя представляет гастрономическая карта России, чтобы было понимание С 2017 года гастрономическая карта России работает в регионах Наша задача заполнять наш гид, мобильное приложение, которое сейчас стало очень актуальным Архитектура приложения – это сегменты туристической инфраструктуры, потому что мы убеждены, что российскую региональную кухню каждый путешественник, в том числе каждый местный житель, должен обязательно пробовать абсолютно везде Начиная от придорожного кафе и заканчивая какой-нибудь городской или региональной достопримечательностью, региональным кафе или рестораном и на завтраке в отеле Это первое Второе – мы проводим очень много фестивалей гастрономических, фестивалей региональной кухни Сейчас мы говорим о нашей любимой Мурманской области, потому что здесь у нас два проекта – это ежегодные два фестиваля Первый фестиваль – это фестиваль путешествия «Вкус Арктики», который проводится каждый год в городах Мурманской области Первый проводился в 2018 году в Кировске при минус 26 Не помешало Абсолютно не помешало И дальше у нас фестиваль был в Полярных Зорях, и там было минус 30 То есть мы понижаем градус Мы понижаем градус, и более того, это был 2020 год Тот самый Тот самый 2020 год, и это уникальная практика, потому что мы сделали фестиваль на вынос То есть местные жители города уносили блюдо с собой, чтобы поужинать, пообедать дома И это тоже был выход, разумеется, это была целая история предновогодний праздник Потому что когда удается побывать на каком-нибудь гастрономическом ужине или такое гастрономическое путешествие, которое у нас многие рестораторы города организовывают в рамках своих заведений Иной раз, глядя на все эти пиршества на столе, думаешь, вот было бы вообще идеальным дополнением это провести это дома, если честно, в привычной обстановке, в ритуальном смысле Конечно, я скажу вам больше, в таком городе, как Полярные Зори, всего-навсего, в тот момент было дважды, поэтому вы представляете, какое значение имело это для нас, в том числе, ознакомить местных жителей Именно с ресторанной едой, при этом можно сделать эту возможность, например, посещать Кстати, местных жителей, местных жителей, местных жителей, это была изначально наша идея, потому что это регион, которые любят местные, любят гости и туристы Поэтому вот это сейчас очень актуально И вот в январе очень таким вот массово успешным мероприятием был в Кусак, теперь в Мурманске Мы хвастаемся больше, чем тысяч, тысяч, тысяч напитков в арктической кухне Послушали местные жители, развесные женщины Ребята же повара рассказывали, как они делились, как они попробовали поморскую уху из трески за егуриха Кто-то даже помню из детства это блюдо А какие-то показатели, это очень сильно. 35, да, да, это реальные цифры, потому что сейчас очень много, там говорится о туристическом потоке, который, в общем-то, лично я не понимаю, как считать туристический поток. Я мыслю порциями, сколько блюд, сколько порций блюд, собственно говоря, попробовали наши гости, и сколько человек я могу, остановив на улице Мурманска, узнать о них, а что я обязательно должна попробовать здесь из арктической кухни, блюда из Оленины. Они сами уже всё умеют рассказывать. Это очень классная тенденция. Мы имели счастье в течение прошлого года, и в этом году, если мне память не изменяет, несколько раз общаться с нашими местными поварами. Плюс была практика общения с поварами из других регионов в рамках объединения региональной кухни, потому что мы себя в эту гастрономическую карту как область, как регион уже определённо вписали, у нас есть свой колорит, и говорили о том, что это интересный принцип, похожий на Италию. Если спросить у итальянцев, что есть национальная кухня, каждый из 14, если не ошибаюсь, регионов Италии будет говорить о том, что национальная кухня – это вот это, это вот это, это вот это, в зависимости от региона. Конечно, это называется гастрономический патриотизм, это нормально. Вот, соответственно, у нас тоже невероятно огромная страна, и каждый регион отличается своим колоритом, будь то где-то диалектика, где-то топонимия, и я уж молчу про кухню, это само собой разумеющееся. Да, это наша сила. Здорово, что север стал себя прокачивать. Вообще брендирование – интересное направление, когда мы превращаем, в хорошем смысле превращаем свой продукт, свою еду в бренд. Я так полагаю, что вот это определённым лейтмотивом всей гастрономической карты России, можно и это считать. Абсолютно точно, и это лейтмотив нашего нового проекта, который благодаря Министерству культуры Мурманской области, мы вместе с продюсерским центром «Северный характер» и делаем. Я не знаю, станет ли этот фестиваль ежегодным, а похоже, что может быть. Было бы неплохо. Было бы неплохо, потому что мы задаёмся вопросом. Снято уже столько телевизионных сериалов и фильмов на территории Мурманской области. В производстве находится прямо сейчас ещё. Конечно. В этом году и в следующем выйдут на федеральных телеканалах. В том числе при участии государственного бюджета. И я думаю, что мы с вами абсолютно имеем право, так же, как и наши ребята, творческие люди, шеф-повара, которые занимаются национальной кухней, мы задаёмся вопросом, а почему мы не видим в кадре, как герои едят беляш с крабом, и кто-то кому-то делает предложение или говорит «Мама, я беременна». Я не знаю, но всё что угодно можно сделать в кадре с едой. И я считаю... А сейчас еда абсолютно это что-то, вот, знаете, унифицированное, абсолютно не говорящее о том, в каком регионе, в какой части страны нашей России снимается этот фильм. Это, кстати, хорошее замечание. Можно сделать нарезку кадров из разных кинофильмов. Мы уже это сделали, а, между прочим, мы сделали не просто нарезку, а конкретные сцены из советских фильмов, культовых советских фильмов, в том числе фильмов Гайдая, Рязанова, «Служебный роман», там, где Новосельцев держит конкретную коробку под мышкой, это называется «Ассорти. Красный октябрь». Или, например, в фильме «Девчата», и мы сделали, кстати, современную реконструкцию, я покажу тебе тоже. Да, так. Мы сняли этот кадр там, где Тося, помнишь, она сидит за столом, у нее куча продуктов на столе. Было, было. Да. Ну какая самая узнаваемая банка вообще, вот, ну, да, сгущенка. И, ты знаешь, мы ее оставили? То есть мы поставили арктические продукты, там, оленину, бруснику, рыбу, треску, там, печень трески целую банку поставили, и оставили такой вот, как бы, связующий нить между, вот, советским кино, тем великим советским кино культовым. И вот сейчас вот этот, не побоюсь этого слова «месседж», наше послание нашим режиссерам, мы их хотим видеть на нашем фестивале, мы хотим их угостить, еще раз, если они что-то там не пробовали, да, и сказать, это настолько характеризует нашу идентичность арктическую, мурманскую, что, снимая здесь кино, это можно очень, как сказать, тонко, нативно, да, вести именно вот в кадр. Ну, то есть такой простой пример, даже где-то очень банальный и пресный, но чтобы вся коннотация нашей беседы была ясна, предположим, ты побывал, ну, как если мы говорим про «месседж» к режиссеру, ты побывал в Нью-Йорке и снимаешь там кино, и в смысле ты не попробовал хот-дог, который не в каком-то ресторане продают, а вот в этих маленьких уличных кибиках. Ты не почувствовал вкус города. Абсолютно верно. Ну, если уж мы говорим о Голливуде, а мы честно должны сказать, что все 30 лет нашей новой истории мы, конечно же, все воспитаны на голливудском кино, и их развлекательное кино... И в инструментах это догонялки всегда идут. Конечно, их развлекательный кинематограф исключительно построен на том, чтобы продвигать культуру, их образ жизни, символы в том числе, и это сделано тонко, нативно, и это абсолютно не раздражает. То есть это не прямая реклама какого-то продукта. Не так. В смысле, значительно более тонко, чем, например, «Ирония судьбы» с легким паром часть 2 при поддержке одного из мобильных операторов. Абсолютно точно. Или, например, одной радиостанции, которая пиарится по всей стране, как будто других радиостанций, например, да, радиостанции «Рекорд» не существует, да. Вот было бы здорово, если в Мурманской области главные герои... То есть я правильно понимаю, что вы видите? Едут и слушают радио «Рекорд», например. Вот настолько долгоиграющие планы. Ну, то есть мы сейчас говорим, вроде бы, начинаем с интеграции одного в другое, ответвления от гастрономической карты к кинофестивалю, совмещение искусства еда и искусства кино. Конечно. Но при этом замашки вот настолько серьезные. То есть мы хотим увеличить идентификацию области, таковой, с каждым из ее символов. Мы говорим об идентификации России. И я считаю, что... И я думаю, что вы согласитесь со мной, ребят, что вообще на ближайшее десятилетие нам нужно не просто искать нашу идентичность, нам нужно ее определять. Потому что нам всем хочется, чтобы кино показывало очень нативно наши достопримечательности, наши красоты, нашу еду кухни народов России. Потому что, условно, одних только пирогов у нас номинований точно больше сотни. Если мы начнем перечислять, ну, например... Я сбиваюсь уже на втором десятке, да. Да, но дело все в том, что там, условно, ты знаешь, только пельмени, а у каждого народа это изделие называется по-другому, и оно вообще лепится по-другому. А суть одна, да, что это вареное тесто с начинкой. Там бурятские бузы или, там, я не знаю, шорские пельмены в Кузбассе, или, собственно говоря, пельмендеры у телеутов и так далее. То есть у каждого народа есть вот в этой категории совершенно идентичное блюдо. Все, что касается Мурманской области, у нас, например, на фестивале мы сделаем народное голосование. Скажем так, мы, конечно, очень стараемся ресторанную еду делать доступной и продавать по демократичным ценам. Это вот основная цель на фестивалях. Но вот на этом фестивале мы решили прокачать арктический фастфуд. То есть... Знаете, это даже звучит пока странновато. Арктический фастфуд, а почему? Ну, российский фастфуд, уличную еду. А я объясню как раз по ценовой идентичности. Пока что на момент времени вызывает легкий диссонанс, потому что арктическая кухня, она и звучит возвышенно и красиво, и правильно, ну и определяется, есть у нее определение каких-то ценовых категорий. Просто потому что мы знаем, что это за продукты. Мы говорим о сегментации, безусловно, и опять я повторюсь, мы должны пробовать арктическую кухню абсолютно везде. То есть это абсолютное заблуждение, да, делать арктическую кухню каким-то премиальным направлением, это только рестораны, да, конечно же нет. Но этот флёрт существует, согласитесь, но по крайней мере в массах. Дело все в том, что когда ты что-то развиваешь, разумеется, все начинается с энтузиазма. И этот энтузиазм могут себе позволить, конечно, предприниматели определенных ресторанов. То есть они на энтузиазме вводили и делали меню арктической кухни, а постепенно мы сейчас приходим к тому, что эти же ресторанные холдинги, например, покупают футраки. В 2018 году я привозила футраки наши отечественные, Горьковского автозавода, которые очень, скажем так, это социально ответственное предприятие, они во время Чемпионата мира по футболу, они произвели специально для нас 11 футраков по количеству городов-организаторов Чемпионата мира, и мы сделали 8 фестивалей, фестиваль-путешествия. И мы разрушили абсолютно стереотип иностранцев, наших болельщиков. Катерина, мы сейчас рушим с вами временные рамки. А, прости. Да, потому что нужно ворваться на рекламную паузу. Я вообще не буду. Сейчас, не-не-не, продолжай в том же духе. Полторы минуты и вернемся к беседе. Не переключайте ФМ-волну и свой телекарту. Реклама. Показывайте, показывайте открытая студия, совместный проект радио-рекорд и телеканал Арктик ТВ. Я ее ведущий Николай Дукмас. В гостях у нас сегодня руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова. И пока шла рекламная пауза, я обнаружил для себя любопытную мысль. Это есть такая определенная тенденция у нас, когда хороший гость, беседа идет хорошо и всегда куда-то не в то русло. Первая половина программы прошла, мы поговорили о России, об идентификации нас как народа. Как камень мой огород. Ни в коем разе. Там беседы-то задает ведущий, так что оба молодцы. Я к тому, что мы выяснили все относительно гастрономической карты России, для чего это делается. Но я, на мой взгляд, как-то не уделили время нашей основной теме беседы. Арктическая кинокухня. Вот в рамках фестиваля «Культ Артика». Тезисно, кратенько. С 27 по 29 мая в Мурманске проходит форум «Культ Арктика». Мы о нем уже много рассказывали и в эфире открытой студии в том числе. Он станет одним из самых масштабных культурных событий региона. Форум приурочен ко дню основания Мурманской области. В этом году девиз форума звучит так. Арктика – территория традиций эксперимента. Что, в общем-то, подтверждается и подтверждает изначально наш с вами сегмент беседы. В насыщенную культурную программу форума «Культ Артики» войдет фестиваль «Арктическая кинокухня». И вот давайте попробуем объяснить в двух словах, что имеется вообще в виду. Мы знаем, что будет кинопоказ. Нам Светлана Солдатова приходила, все рассказывала. Знаем, что будет открытый кинотеатр. То есть такая уникальная вещь на месте, на улице Воровского, там, где у нас ярмарка, сюда проходит. Будет открытие. 27 мая будет открытие этого кинотеатра. И сразу после открытия следует открытие нашей площадки официально. То есть она с 11 часов будет все-таки работать. То есть можно приходить и уже все пробовать. Все ребята будут работать. У нас будут футраки. Как раз таки в предыдущем блоке мы с тобой ими закончили. Что когда мы зашли в Мурманскую область, нас пригласили работать. И Мурманскую область была включена в гастрономическую карту России. Ну, в нашу деятельность, в нашу работу. 17 или 18-й год? 18-й год, я ошибаюсь. Да, 18-й год. Сразу после Чемпионата мира по футболу я поехала дальше. И как раз таки в конце 2018 года первый фестиваль в Косарктике был с нашими футраками. Газель Нец, 6 футраков стояли на горе. Большой Вудьявор при минус 26. На сегодня, 2022 год, и наш фестиваль, который будет 27-29 мая, там будут только футраки наших участников. То есть это прогресс. То есть много ребят за это время решили заняться именно мобильным бизнесом. То есть это у многих это не только ответвление от основного, а это вот прям сильно правильное правильное. И даже смена деятельности. Потому что, например, в начале пандемии основатель первого кафе арктической кухни из Кировска, Катя Мун, она, например, поменяла категорию бизнеса. То есть она ушла из стационарного бизнеса, ее кафе, и купила футрак, и встала на горы, на южный склон, и теперь у нее уже два футрака. Потому что это мобильно, это демократично, это прямой контакт с гостем. Вчера только говорили с Катей после пресс-конференции, она сказала, что она этот образ жизни уже не променяет ни на что, потому что, честно говоря, это настолько заразительно, потому что ребята в ресторанах, они вот в закрытой кухне, и, в общем-то, вот вызовет, не вызовет, не позовет, ну, в общем-то, редко в нашей стране вот этой культуры пока нет, позвать шефа, поговорить, поблагодарить. Хотя, друзья, слушатели, я вам очень рекомендую. Если вам нравится то, что приготовили для вас шефы наши арктические, зовите их в зал, благодарите. Они с удовольствием, вы просто не представите, как это их вдохновляет, я вас очень прошу, делайте это. Я полностью поддерживаю сказанное, потому что не единожды наблюдал сцену, когда повара попросили выйти, и... Он накрыленный. Поверьте, это не та ситуация, когда из-за кутка выходит человек с такими закатными глазами в стиле, ну, чего им там надо? Не-не, это человек, который к вам буквально порхает, и он готов выслушать и критику, и похвалу, рассказать об людях, пообщаться. Конечно. Это свои интересные истории, моменты приготовления или историю этого... ну, этого ингредиента, этого ресурса. Конечно. Ну, есть такой фильм, называется «Время первых». Вот в нашей истории с арктической кухней у нас «Время первых». У меня даже мурашки сейчас пошли. Вот правда. Возвращаясь к фудтракам, когда к нам в последний раз приходил Артем Марышев, тогда еще представляющий Мурман Конгресс, он рассказывал, мы про ярмарку с ним здесь общались, рассказывал о том, что вот этих фудтрак становится все больше не только в городе, в области, многие предприниматели их закупают, с федеральных ресурсов тоже заказывают специально под себя, и мы тогда пришли к выводу, что это действительно очень классная тенденция. Все, так или иначе, иногда проводят аналогию с тем, как продукция продавалась раньше, вспоминают просто ларьки. Или автолавки. Или автолавки, да, да. Нет. Вот, да. Я помню, что это вызывало некий диссонанс определенный, и непонимание вопроса, оно порождает определенное ошибочное мнение, когда люди там в социальных сетях обсуждают, мол, мы же от этого так долго уходили, зачем возвращать? Уже не обсуждаю это в социальных сетях, потому что, повторюсь, мы очень много работаем с нашей аудиторией, именно местными жителями всех возрастов. Абсолютно. Тем более, моя аудитория вообще, взрослые женщины, которые смотрят утренние эфиры, например, потому что у меня есть рубрика «Жить здорово», «Вкусы России», вот, у меня есть свой фан-клуб. Спасибо большое, что вы меня смотрите. Дорогие друзья, мы рассказываем о продуктах, в том числе арктических. Сейчас вот здесь появится колокольчик, а здесь подписаться. Уведомления на наш YouTube канал. Подписаться на Radio Record. Нет, я не рекламию. Все нормально. В рамках беседы. в рамках беседы. Так вот, друзья, и дети, и взрослые, все пробуют. Стереотипы, вот мы разрушаем этот стереотип о том, что детям нужна детская еда. Абсолютно нет, они ели дирстроганов, ну, то же самое, но и из Оленины. Мистер Блэк из Заполярного, Андрей Чернышев, это его проект, он вообще бывший горняк. То есть, когда закрылась половина предприятия в Никеле, он решил заняться едой. Сразу вспоминаю, определенный фильм, помните, есть такой фильм «Мужской стриптиз». Детей уберите, пожалуйста. И в этот момент почему-то поздравительно смотрим на нашу ленину ведущую. Андрей, помните такой фильм? Короче, горняк решил поменять деятельность и пришел в гостеприимство, просто чувак очень круто готовит. Понимаете? То есть, у него просто талант, и он из любого блюда домашнего делает ресторанную версию, и он это реализует на улице. В том числе, вот даже, казалось бы, бульон. Я в каждом ресторане, прежде всего, пробую бульон. Вы не представляете себе, что это порой становится камнем преткновения. Вы знаете, представляю, я недавно был в ресторане, заказал пасту, а мне принесли бульон. Но это отдельно. Бульон из оленины, с лапшой, с травами, таежными. Ну, в общем, это отличное, очень, такое вот, самодостаточное блюдо, и Андрюха его делает, ну, вот, прямо это само совершенство. Абеляш с Крабом, он же просто, ну, просто порвал. Вообще, фестиваль, свет и козейка, наша звезда. Я думаю, сейчас Екатерина рвет тех, кто смотрит нас во время обеденного перерыва. Меня в презентациях на всех форумах ставят в конце. Я все время обижаюсь, начинаю там перформансы устраивать. Ну, почему, почему опять я последняя? А на самом деле, это просто гуманное отношение к аудитории. Я скорее по другому поводу. Мы перечисляем столько блюд, столько интересных. Все это можно попробовать на фестивале. А сколько будет представлено этих самых футраков? Это будут разные предприниматели? Конечно. У нас, у нас будет один из участников, и, значит, у нас получается шесть футраков приедет. Можно перечислить? Да, конечно. Да, то есть у нас будет конгресс отель Меридиан, Мурманск, шеф-повар Максим Галецкий, туристический комплекс Терибежский берег, наши Бексалеевы, Юлия и Сергей, панорамный бар Седьмое небо, мурманский шеф-повар, Илья Вегера, ресторан, бар Ягельской, Полярной Зори, Леша Ермаков, тот самый, кто придумал главный гастрономический сувенир Мурманской области, чипсы из Ягеля, блинный дом Аромат Севера из Заполярного, Татьяна Батаева, мобильная арктическая кухня Френд-шеф, упомянутая мной, Катя Мун из Кировска, то есть практически вся Мурманская область наша охвачена, то есть все наши звезды будут, футрак мистер Блэк Заполярный, владельцы Андрея и Ольга Чернышовы, инфоточка 51 с их арктическими напитками, ну что такое арктические напитки, это понятно, что по погоде будут либо лимонады, либо горячие напитки, обязательно с нашими северными ягодами, и ресторанный холдинг, ресторанный синдикат, Мурманск, наша легендарная Светлана Козийка, без ее беляша с крабом, мы не обойдемся, и ребята решили вспомнить вкус детства, знаете, что будет? Я боюсь, представлюсь. Два, не надо, не надо представлять, лучше попробовать, друзья, мы решили дать вторую жизнь вашему вкусу детства, знаменитый мурманский пирожок, я не хочу упоминать, как вы его называете, я не хочу упоминать, как вы его называете, мы не будем пиарить это слово в народе, просто мурманский, тот самый мурманский пирожок с треской, вот все, ребята, все кивают, и я очень надеюсь, что вы все мне потом расскажете, тот ли самый этот пирожок детства. Смотрите, по идее все понятно, очень вдохновляет, и я вот прямо сейчас чувствую, что мне тяжело с вами продолжать адекватный разговор, потому что чувство голода где-то защемило. Как все-таки режиссеров мы будем знакомить? Да, конечно, ну то есть сюжет формата кинофизиаля? Будет открытие, будет открытие, и там будет центральная площадка, где потом мы мастер-классы будем проводить. По приготовлению? Да, артлодка в начале, и там мы сделаем композицию дегустационную, и первых, вот просто, вот первых мы пустим туда, всех присутствующих режиссеров, которые прямо сейчас в том числе снимают фильмы, или кто... Представители кинокомпании кинокомпании. Собираются, да, и кто продакшеном занимается, и сценаристы в том числе, потому что они все-таки должны как-то начать двигаться в этом направлении. Мы им все это дадим попробовать, посмотреть, познакомим с шеф-поварами, ну в общем дадим материал, чтобы они начали как-то мыслить в этом направлении, а что мы можем сделать? Мы можем только им представить, и дальше уже все зависит от их мастерства, как интегрировать нашу кухню в кадре. Согласен? Согласен полностью. Мастер-класс и вот это все представление будет непосредственно в день открытия 27-го. В день открытия также у нас будет Кувакса, у нас принимает участие представитель малочисленных коренных народов СААМИ, Полина Харыбина с ее семьей, с ее детьми. Она вчера у нас на пресс-конференции была и с годовалым ребенком, и с семилетним. Всем подрядом, как говорится. У нас вообще семьи, да, то есть у нас в первом лице основатели бизнесов принимают участие, то есть в первом лице они работают с местными жителями, рассказывают о своих блюдах. То есть на самом деле вот удел всех первых это работать непосредственно с людьми и заниматься просвещением. Рассказывать о кухне. У нас есть внимание, что вот эта грань между условной разграничительной линией, есть ресторан и есть потребитель, она уже давно размытая и стертая. Благодаря фестивалям. Благодаря фестивалям. Дело все в том, что мне за всю мою практику, а проект с 2017 года, да, то есть сколько нам лет, да, шестой год пошел, и пять лет мы в Мурманской области в том числе работаем, честно говоря, за всю мою практику только два повара мне ответили «На улицу я не пойду никогда». Вот это вот, да, обязательно поигрывая своими татуировками, они мне сказали, что они никогда не будут на улице работать. На самом деле это все лукавство, потому что истинное мастерство повара, мастера, это работать с большим количеством людей и непосредственно с ним общаться. Все они посмотрели, вот этот очень популярный был фильм «Шеф на колесах», они все в свое время вдохновились, помнишь, да, этот фильм? Они вдохновились, что из ресторана чувак ушел, и все, и поехал колесить по известной всем стране. И, в общем-то, на самом деле, на этом вдохновение они начали покупать футраки, а потом оказалось, что это совершенно другой бизнес. Абсолютно. Работа непосредственно с людьми. И тебе, вот как Катя Муна говорит, и тебе сразу, вот просто моментально обратная связь. Здесь абсолютно невозможно вот быть, скажем так, мягко говоря, нечестным, да. Вот тебе вернется просто сразу. Ну, грубо говоря, вкусно, ты это услышал. Качественно. Качественно, вкусно, удобно. Остановлю. Качественно, вкусно, удобно. Пусть это будет три главенствующих тезиса под мероприятие, которые начнутся уже вот-вот-вот-вот. А времени у нас примерно нет вообще. Мы уже вышли за возможные пороги. А ты меня спросил, мы с тобой сможем поговорить полчаса? Да, я понимаю теперь, насколько был глупый вопрос. Нам нужен был часик, наверное. Предлагаю следующую встречу организовать уже после фестиваля, чтобы поделиться впечатлениями о том, как все прошло. А на сегодня благодарю за визит, было очень приятно. Спасибо большое, что позвали. Спасибо. Всего доброго. До встречи на фестивале. До встречи на фестивале.